Вы видели существ, которые просто не могли быть реальными? Может, ночью вы заметили высокое неповоротливое создание с горящими глазами, которое двигалось к вам, но оказалось, что это заросший чем-то фонарь? Или такое было только со мной? Можно понять, как нашим предкам виделись такие существа, как драконы, единороги и ети. Но знаете ли вы, что когда-то они жили в нашем мире? Давайте познакомимся с настоящими животными, которые вдохновили эти легенды. А некоторых даже сняли на камеру. Око за око Больше двух тысяч лет назад греческий поэт Гомер Нет, не тот, а этот, написал Одиссею, поэму о приключениях Одиссея. Помимо прочего, он попал на остров, населенный жуткой расой одноглазых великанов-людоедов, известных как циклопы. Не сказать, что они радуют глаз. Одиссея и его спутников взял в плен циклоп по имени Полифем. Но они сбежали с помощью обмана и, ну, травмы глаза. Одиссея — это интересная легенда, но есть ли доказательства существования этих гигантов в реальности? На Средиземноморских островах находили черепа больших одноглазых чудовищ, которые, кажется, подтверждают миф. Но исследования показали, что они принадлежали карликовым слонам — дальним родственникам современных, которые жили на Средиземноморье задолго до людей, пока не вымерли где-то 400 тысяч лет назад. Они вырастали до одного метра, не больше африканского слоненка, а их детеныши были размером с щенков. Это звучит очаровательно. Но как они могли стать вдохновением для циклопов? В центре черепа слонов находится носовой проход, там, где должен быть хобот. Со временем он сгнил, оставив после себя только пустую полость. До IV века большинство греков никогда не видели слонов. Поэтому если они находили такие останки, то могли принять отверстие за глазницу, и так появились легенды о гигантских циклопах. Учитывая, каких еще существ выдумали греки, вроде медузы, минотавра или цербера, они бы поверили в существование циклопов в мгновение ока. Загадка рога Единороги — легендарное животное, но они не всегда были красивыми лошадьми, которых мы видим в эмодзии Латте. Первое их упоминание в западной литературе встречается у греческого лекаря Ктессия в IV веке до н.э. Он рассказал истории индийских путешественников о большом голубоглазом осле с багровой головой и тремя рогами. Это животное вполне могло быть оригинальным единорогом. Или сатаной. Но, скорее всего, в этих рассказах объединились три крупных травоядных вида, такие как оронга, кианг и индийский носорог. В 1976 году римский писатель Плиний-старший описал единорога по-своему. Это был свирепый однорогий зверь, которого нельзя поймать живым. Вероятно, это был индийский носорог. То есть изящные единороги были вдохновлены вонючими носорогами? В III веке до н.э. при переводе еврейской библии на греческий и рээма спутались с монокиросом, то есть однорогим. Так называли носорога. Это стало юникорнус на латыни и юникорн на английском. А существо превратилось в символ чистоты и Иисуса Христа. Витой рог появился несколько позже, в средние века, когда моряки и купцы продавали рога на европейских рынках, утверждая, что их отрезали у единорогов. Люди верили, что они обладают волшебной силой, например, очищать воду и исцелять. На самом же деле это были бивни нарвалов – арктических китов с большим зубом, который вырастает на 2-3 метра в длину из головы. Королевские особы и аристократы, не знавшие о нарвалах, с радостью покупали зубы. Даже в троне Дании, созданном в 1660 году, имеются рога-единорога. Какая доверчивость! О совах и мотыльках В 1976 году семья Меллинг отправилась на Пасху в Корнволл в Англии. Эта поездка ей запомнилась, но по странной причине. Семейство остановилось в деревне Маунан, и две дочки играли рядом с местной церковью. Внезапно они услышали шум, а когда посмотрели наверх, то увидели ужасную фигуру, которая парила над церковной колокольней. Это было пернатое существо размером с человека, но с распростертыми крыльями и нечеловечески большими глазами. Девочки убежали, и сильно потрясенные рассказали все отцу. А он пересказал местному мудрецу Тони Доку Шилзу. После этого другие люди тоже сообщали, что их терроризировал так называемый «Человек-сова» в 70-е и 80-е. Собрав истории, Док написал несколько книг о «Человеке-саве». Эта легенда ходит по югу Англии, но за океаном в маленькой деревне Пойнт-Плизант в Западной Вирджинии в фольклоре упоминается похожее существо. В Пойнт-Плизанте производили тринитротелуол – взрывчатое вещество, популярное во Вторую мировую войну. После неё вещество хранили там же, и это привело к загрязнению окружающей среды. Местные жители начали гадать, как это могло сказаться на животных, а потом, в 66-м году, две пары выбежали из леса, утверждая, что увидели чудовищную человекоподобную фигуру с трёхметровыми крыльями и горящими глазами. Человека-мотылька. Об этом написала газета, и весь город отправился на охоту. Так история превратилась в легенду. И до сих пор некоторые утверждают, что засняли это существо. Кто это был на самом деле? Если это правда гуманоиды, то их крылья должны создавать подъёмную силу, равную их весу. Так что если человек-сова и мотылёк были ростом метр шестьдесят семь, то их размах крыльев должен был быть почти семь метров. Это куда больше трёхметровых крыльев мотылька. Может быть, люди просто увидели крупный вид совинах. Например, филина. Большие самки этого вида могут быть где-то 76 сантиметров в высоту, а их размах крыльев – метр восемьдесят. Есть только одна проблема. Филины не обитают в Англии или США. Впрочем, бывает, что птицы сбиваются с пути и прилетают в Америку из Европы. И ещё это может быть сипуха, которая шипит довольно-таки страшно. Совы не единственное объяснение. Все истории о человеке-сове люди рассказывали доку или его знакомым, а потом они куда-то исчезали. Док называет себя колдуном, и он известен своими небылицами. Я не нашёл ни одну новость о человеке-сове, так что его наверняка выдумали. А вот про встречи с человеком-мотыльком писали несколько газет, которые указали имена и адреса людей, якобы видевших его. Но это было во время инопланетной лихорадки в Америке, и, возможно, у них разыгралось воображение. Что вы думаете? Это всё реально или просто выдумки? Напишите ответ в комментариях. Выпускайте Кракена. Из всех морских чудовищ, обитающих в океане, одно из самых страшных – это Кракен. Легенда берёт своё начало в Скандинавии, где мореплаватели рассказывали жителям о гигантском чудище размером с остров, которое охотилось на корабле. На протяжении веков облик Кракена варьировался от бесформенной капли до ракообразного. Лишь в XVIII веке сформировался знакомый образ большого кальмара или осьминога с щупальцами. Как нетрудно догадаться, облик морского чудовища вдохновлён реально существующими гигантскими кальмарами. Эти головоногие моллюски в длину 12 метров, что больше среднего школьного автобуса. Один вид обитает в антарктических водах, но другие виды живут практически везде, не считая полярных и тропических регионов. В XVIII году одного увидели в Японии. Гигантские кальмары могут весить 270 килограммов, а колоссальные кальмары ещё больше и весят вплоть до 500 килограммов. А это вес медведя-гризли. Даже относительно недавно в 2004 году встречали нечто вроде Кракена. Французские моряки, участвовавшие в гонке Жуля Верна, сообщали об очень большом кальмаре. Один из них, Оливье де Кирсасон, рассказал, что существо вцепилось в их судно и отпустило только когда судно остановилось. За всю историю гигантских кальмаров встречали где-то 250 раз, и в основном это были мёртвые особи на берегу. Всё потому, что они обитают на глубине больше километра. Что касается колоссальных кальмаров, то их встречали ещё реже, потому что они живут на глубине двух с лишним километров. Живыми их видят крайне редко, Хотя после всех этих историй о Кракене, нападающем на корабли, может это и к лучшему? Грозные грифоны Легенда пятого века до нашей эры гласит о греческом историке Геродоте, который отправился в Центральную Азию. Во время перехода пустыни Гоби в Монголии он встретил скифов, кочевников, которые рассказали о существах с клювом и четырьмя лапами, которые охраняли пещеры, заполненные золотом. Хм, эти создания напоминают грифонов, зверей с головой, передними лапами и иногда крыльями орла, у которых задняя часть взята от львов. Из таких животных получились бы отличные сторожевые псы. Или птицы-кошки. Интересно, что пустыня Гоби особенно богата окаменелостями. Например, там обнаруживали останки протоцератопсов. Эти динозавры жили 80 миллионов лет назад в поздний меловой период и являются предками более известных трицератопсов. Они ели траву, были в высоту 2 метра и весили 180 килограммов. То есть примерно как очень крупный кабан. Польклорист-классик Эдриан Майер предположила, что во время добычи золота скифы откопали останки протоцератопса, что породило миф о грифонах. У обоих были клювы, но при этом они ходили на четырёх ногах. Но не все с этим согласны. Звери с орлиными головами и львиными телами появлялись в Египте во втором тысячелетии до н.э., за две тысячи лет до Геродота. Скорее всего, когда греки начали торговать с Ближним Востоком в 8 веке до н.э., они переняли новые стили и верования. Именно тогда такие существа, как грифоны, появились в греческой культуре. Что до скифов, может быть, они просто рассказали ту историю, чтобы он не забирал их золото? Загадки змей «Вы любите змей?» «Да?» «Нет?» «А если бы змея была больше километров в длину?» «Нет, спасибо». Мифы о морских змеях встречаются в разных культурах. От южноазиатских богов Нага до японского Рюдзина и норвежского Йормонгандра. Одна из самых известных историй зародилась в Глостере в Массачусетсе. С 1817 по 19 год сообщали о некоем морском змее Глостера. Его описания сильно разнились, но почти всегда упоминался невероятно огромный размер и змеиная глава. Возможно, это была гигантская акула. Если смотреть судно, эти 12-метровые рыбы весьма похожи на змей. Это не первый раз, когда гигантских акул принимали за мифических существ. В 1808 году труп 16-метровой акулы прибила к Стронсе на Аркнейских островах в Шотландии. Из-за размера местные жители решили, что это морской змей. И не только гигантских акул принимают за монстров из глубин. В 1860 году загадочного морского змея вымало к заливу Хунги на Бермудах. Это была ремень рыбы. У этих рыб нет чешуи, зато вдоль тела растут рыжие нити, похожие на волоски. Они являются самыми длинными костистыми рыбами в мире и могут достигать в длину 15 метров. Хотя из-за скрытности их трудно изучать, как правило, они обитают на глубине от 20 до 200 метров, а на поверхность воды они выбираются, когда больны или скоро умрут. Как вы думаете, кем был змей Глостера? Акулой? Ремень рыбой? Или чем-то другим? Поделитесь мнением в комментариях. Огненная идея Какое мифическое существо охраняет золото, извергает пламя и летает в небе? Разумеется, западный дракон. Легенды об этих чудовищах появились еще в конце второго тысячелетия до нашей эры в Месопотамии, хотя те ранние драконы были тонкими и больше походили на змей. Только в Европе после 8 века они стали крылатыми четырехлапыми тварями. А огонь появился, когда христиане начали ассоциировать драконов с сатаной и адом. А еще не стоит забывать про азиатских драконов. Эти змееподобные существа мудры, часто связаны с водой и не агрессивны. Какие животные были их прототипами? Легче сказать, кто не был их прототипом. Когда древние люди находили окаменелости гигантских животных, их воображение, разумеется, рисовало кошмарных чудовищ. Возьмем, к примеру, австрийский город Клагенфорд, в котором в ратуши выставлен череп, якобы принадлежавший Линдворму, дракону, убитому рыцарем. Также там поставили статую, для которой череп послужил вдохновением. Но в XIX веке выяснили, что он принадлежал шерстистому носорогу. То есть, носорогов принимали из-за единорогов, из-за драконов? А в Китае XVI века в медицинской книге придворного лекаря описывается лекарство из костей дракона, но это были окаменелости. Возможно, они принадлежали восточному диноцефалозавру, пятиметровой водной рептилии триасового периода. Взгляните на него. Змееподобное тело действительно похоже на тело традиционного китайского дракона, у которого не было крыльев, и он плавал по воздуху. Но не только окаменелости породили легенды об этих чудовищах. В 1917 году жители Джанзяко в северной провинции Китая Хэбэй заявили, что нашли 18-метровый скелет дракона. Хотя он был похож на окаменелости, и некоторые поверили, что драконы реально. На самом деле это был реквизит для фильма. Хотя реалистичность все равно впечатляет. Есть психологическая теория о том, что драконы являются сочетанием всех хищников, которых боялись наши далекие предки. Например, больших кошек, змей, крокодилов и хищных птиц. Подождите, если древние драконы были змееподобными, то получается, что они наверняка были вдохновлены, но очень большими змеями. Я такой догадливый. Лисьи игры Представьте, что вы в кого-то влюбились, и вдруг выясняется, что любовь вашей жизни это волшебная лиса. Это древняя история в восточно-азиатском фольклоре, где много мифов о лисьих духах. Китайские хулидзины, японские кицуны и корейские кумиха. Согласно мифам, они способны менять облик, а также, как правило, у них более тысячи хвостов. Количество хвостов отражает возраст и статус лисы. Чем их больше, тем она старше, мудрее и могущественнее. Впрочем, чаще всего их девять. В мифах лисы-духи зачастую принимают облик красивой женщины. В Китае, когда женщина-лиса соблазняла мужчину, она питалась его энергией янь, ослабляя его и даже убивая. Но не все лисы были плохими. В Японии они были посланниками инари, бога урожая из земли в синтаизме и их изображали белоснежными. Угадаете, на ком основаны эти волшебные лисы? Нет, не надо отвечать, это был риторический вопрос. Не было никакой разницы между обычными лисами и волшебными. Обычные просто недостаточно старые, чтобы обладать магическими способностями. Их склонность появляться в сумерках способствовала тому, что их считали животными, существующими в двух мирах, нашим и духовным. Знаете, я подумывал вернуться к свиданиям. Может, мне надо стоять у мусорных контейнеров по ночам и ждать рыжих девушек? Кошмарный Каппа Если вы окажетесь у рек Японии, то местные жители предупредят вас о Каппе. Это водный дух, похожий на гоблины размером с ребенка. Он покрыт чешуей, имеет перепончатые лапы, шерсть и углубление на макушке, наполненное водой, как чаша. Его а еще он не прочь высасывать внутренности из человечества. Ну, в общем-то, лучше рядом с ним не наклоняться. Это звучит слишком уж безумно, но некоторые утверждают, что этот демон реален. В 14-м году якобы мумифицированные останки существа выставили в резиденции Миаконодзо Симадзо. Его якобы застрелили в 1818-м году. Мне кажется, это либо подделка, либо останки животного с похожими конечностями, как японской саламандры. Это вторая по размеру саламандра в мире, весом до 25 килограммов и длиной до полутора метров, как десятилетний ребенок. Эти животные избегают людей, а инциденты с их нападениями редки. Зато они агрессивны к своей добыче. То, как саламандры хватают жертв за голову и заглатывают, могло поразить людей, что породило мифы об ужасном демоне. На мой взгляд, каппа больше похож на большую лягушку или черепаху. Может, его выдумали родители, чтобы дети держались подальше от воды. Ну да, монстры, которые присасываются к заду. Великолепное воспитание. Абра-чупакабра С середины 70-х годов фермеры Пуарто-Рико страдали от того, что их домашний скот кто-то убивал, выпивал кровь, а иногда и вспарывал. Свидетели сообщали о существе, которое обродило в темноте с клыками и горящими глазами. Убийства распространились по Латинской Америке и югу США в 80-е и 90-е, и тогда существо прозвали Эль-Чупакаброй, козьим вампиром. Самую известную историю рассказала Мэдалин Талентина из Конованоса в августе 95-го года. Она видела чудовище на своей улице. Оно было где-то метр в холке, с человеческими руками, большими глазами, без носа и сероватого цвета, как будто с мокрой кожей и клочьями волос. Рисунки на основе этого описания получились пугающими, и некоторые люди считают, что существо прибыло из космоса или появилось в результате тайного эксперимента. Боюсь, человек зануда готов поспорить с этими дикими теориями. Скорее всего, чупакабра это койота с серьезным кожным заболеванием, чесоткой. Она возникает, ходы жизнедеятельности, что вызывает воспалительную реакцию. Шерсть животного начинает выпадать, а кожи покрываются язвами, из-за чего напоминает чешую. Заболевания сильно изнуряют животных, поэтому больные койоты вынуждены охотиться на легкую добычу, чтобы выжить. Но, возможно, это не единственное вдохновение. Талентино и другие свидетели рассказывали, что чупакабра напоминает инопланетянина из фильма ужасов «Особь», который вышел в том же году. Может, богатое воображение Талентино преувеличило облик койоты, и ей он запомнился особенно страшным. Так или иначе, я рад, что это существо, скорее всего, просто больная собака, а не космический вампир, убивающий коров. Горные люди Мифы о полулюдях-полуобезьянах встречаются повсюду, от европейского дикаря до знаменитого гималайского йети. Но еще американский бигфут или сосквач, родом из фольклора древних индейцев. Слово сосквач, вероятно, пришло из языка канадского народа стайл, который верил в оборотня сосквета. Даже в наши дни люди утверждают, что видели этих существ в дикой природе. Посмотрите на поездку по Башкортостану в 16-м году. Ого, в России тоже есть йети? Несмотря на такие свидетельства, скептики считают подобные истории просто небылицами. Однако в 35-м году в Гонконге был обнаружен необычно большой зуб, и он укрепил позиции верящих в йети. С тех пор древние челюсти и зубы гигантских обезьян находили в Китае, Вьетнаме и Индии. Они принадлежат гигантопитекам, родственникам орангутангов. Эти приматы жили от 12 до 8 миллионов лет назад, были в высоту 3 метра и весили больше полутонны. Как моя тетя. Они обитали в Азии 12-8 миллионов лет назад и передвигались на четвереньках в поисках растительности. Криптозоологи, то есть те, кто ищет существ, реальность которых не доказана, утверждают, что родственники гигантопитеков еще могут жить там, где сообщали о гигантских обезьянах. И считают, что йети передвигаются на двух ногах, и это не трехметровые орангутанги. Политика фан-клуба йети сложнее, чем я мог себе представить. Крутые кентавры Верховая езда это трудно. Надо вывести лошадь, затем надеть всю амуницию, потом попытаться сесть и остаться в седле. Было бы легче просто прикрепиться к лошади. В таком случае могут пригодиться кентавры. Это была легендарная раса в греческой мифологии, полулюди-полукони, которые обитали в горах Фессалии и Аркадия. Есть несколько версий о том, как появились кентавры. И ни одна из них не для детских ушей. По одной версии человек по имени кентавр подружился с кобылами и появилась эта раса. Это конечно интересно, но ведь в древности по Греции не бегали наполовину люди, наполовину кони, да? Нет, но у них могло быть реальное вдохновение. В раннем классическом периоде, то есть с 510 по 323 год до нашей эры, греки не ездили на лошадях. И когда появились скифы, кочевники и наездники с востока, испуганные греки могли принять людей и коней за одно существо. Похожее происходило, когда наездники вступали в контакт с теми, кто не ездил на лошадях. Когда испанские конкистадоры вторглись в Мексику, ацтеки и инки подумали, что животное и человек единое целое. Возможно, есть и другое объяснение кентавров. Таракотовые фигуры людей с лошадиными задними ногами находили в Мекенском городе Угарит в современной Сирии времен позднего бронзового века. Возможно, греки подхватили этот мотив, переняв часть восточной культуры через войну, торговлю или путешествие. Это весьма скучно. Какие из этих существ вам нравятся больше всего? Расскажите в комментариях под видео. Спасибо за просмотр! ПОДПИШИСЬ!